Содроботы, Паша и Аня, сдаете свое сейчас грязное, все, что с вас вещи. На палатку я положу на телегу палатку, сейчас после завтрака складываете все. Понятно вам, обслуга тоже самое. Вы нас слышали руки, понимаете, к кому обращались. Все остальные дети уезжают, свое белье не сдаете. Потом мы постираемся. Вода у нас поступает из озера здесь. А Василиса, Василиса сдает. Полностью умывание заполните. Как только дети будут готовы к бане, мне скажете, они должны прям стоять на очереди. Надежда Васильевна, в последнюю очередь идешь. Ничего не закрывать, не открывать. Помылись и скорее вышли. Закрытая баня, она у нас преет, пропадает. Он не будет так лавить, он не пустолай. А собаки лают в деревне, наверное, он и лает, поэтому. Четыре человека еще не боялись, а мы подождем, помолимся. Никита, надо воду выключить, уже полную. Выйти заранее. Иначе, надо воду выключить, Никите выйти. Сейчас выключат. А то полную уже. Там еще места хватает. Время успеет. Успеешь. Тараси поднял руку. Сейчас чашку опрокинул. Все. Время успеет. 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 И дальше, и не ближе. И дальше, и не ближе. И дальше, и не ближе. И спаси нас. Аминь. Слава отцу и сыну святому духу, иныне и пресно, и вовите веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, благослови Милостивый Господи, спаси и поймёшь от своих, милующих и питающих нас, подающих нам милостыни заповедших нам молиться всех вопиющих Тебе, страждущих, болящих скорбящих, томящихся в узах за слово Твое Святое вдов, нищих, сирот священства, иночества и всех христиан избавих от всяких скорби, гнева и нужды, от всяких болезней душевной и телесной и просим всякое согрешение вольное и невольное душа наше полезное сотвори Боже, милостью, будь мне грешным создав имя Господи, помилуй мя, Вячеславец и грешил Господи, прости меня грешно помилуй и благослови после обеда вы знаете, 7 минут за пределы лагеря не выходить сидеть, разговаривать спокойно потом можете поиграть а потом вас заберут кто куда так выделены со сюда посмотрите, этот мальчик не больше других ростов я говорил вам у лидера должно быть 6 качеств, если он во главе становится первое, какое? воображение до конца должен смотреть что ему предвижить второе знание третье умение как это выполнить четвертое решительность пятое беспощадность привлекательность что означает беспощадность? к разъединяйству к недержанию слова а только под ногами путается немедленно освобождается от этого балласта вот он маленький у него какие качества мне трудно проверить знания и умения но одно качество у него есть я уже вижу четвертое качество решительность вот когда нужно где-то что-то делать они думают что-то как-то вот вчера остались одни здесь мне некуда я мечусь у меня три объекта в это время они зашли тут заперлись но отбивается что девочек там не было ну работница обнаружила это дело оторвали крючок? нет я все раз сказал нет не выполнили крючок оторвать которые нарушители больше туда ноги не положат только снаружи будут стоять поднимите руку кому запрещено вот кто наказан эти подняли руки вас не было еще там ну молодцы почему после обеда нет работы и они начинают как в мире говорят балдеть а до обеда нарушений не было почему они пилили дрова они заняты и над ними я поставил вот этого утрока и вот когда мы готовили там отмашкары мы утром молиться сделали возвышенный холм все это засыпали подняли вот на такую высоту и он везде помогал он один я никого больше не избрал он выскочил я пойду вот это качество пророка Исаии Господь говорит кого мне послать и все спрятались у этого семья у этого голова болит а у этого еще что-то ребятишек много а у этого ничего нет и я как Сергий Радонежский все заняты один я не заняты взял топор и пошел рубить а монахи сидели а то мы сегодня только говорим Сергий Радонежский там почитаем и там все Руси ничего этого не было а мне у ноги вытирали и плевали а то теперь уже наворачивают девочки не кое-что Дмитрий Ростовский нам сохранил ему нужно было поесть а есть нечего и ни один монах не предложил ему поесть ни один может братья кому что надо сделать один монах да мне стенки надо срубить он взял топор и начал бревна обтясывать и рассчитались и дали говорит ему сухари когда он ел а братья смотрели изо рта шел зеленый дым столько плесени было так этого ему во вред не было ну а какая память то осталось это паста такая вот они насельники там были сегодня семинарист подскочит к его гробнице там лбом стукнулся побежал еще иконы-то целуют и головой бьются вот это еще одно из чудес православия а для чего канон придумали о прибавлении ума я прочитал там 4000 экземпляров хоть бы один сработал почему такие находитесь прибавление ума тебе даст только Господь никакой канон не добавит и вот он показал эту решительность Исаия меня пошли он говорит меня я его взял и он нас не постыдил когда мы делали все делал таскал землю ты был? да его как звать? не стар не стар и вот там может быть тоже что-то заложено так сегодня пилить пойдет он будет старше и после этого обязан доложить это никакое фискальство ничего старший обязан доложить он стоит мы в столе ставь так с девочками разберетесь так которые приехали готовиться к окрещению я к вам помеда соберу в одно время я жду людей еще и может быть переложим это на завтра потому что ночью приедет церковно-приходской совет церковно-приходской совет будет давать рекомендации батюшки я в том числе допускать до крещения или не допускать новые которые приехали этих знаю только я за них я вручаюсь никто не знает а остальные от 3 до 5 лет кандидатский стаж в системе оглашенных так что работайте молитесь и ждите но это только рекомендация батюшке мы не диктуем ну прогрессовали 5 на 5 5 раза 5 раза 5 раза нет батюшка спрашивает а почему мы обязаны ему все рассказать написать у нас было так батюшке понравилась одна девушка здесь она много у матушки помогала студента ну хорошая во всех отношениях нравится проголосовали не допускать батюшка а почему ну так и батюшка говорит они делают то что ты скажешь эти люди которые законно приходится сказать а я здесь вроде рулю и все мне это не очень нравится они не знают что наши люди самостоятельные я объявил выходной каждому в бумаге и разойтись по всей степи кто где без моего ведома напишите характеристику этой сестры и все разошлись в обед пришли данные батюшки сами отнесли с вами был Игнати нет говорил нет то есть то что на данный момент в них сложилось и все доказали почему ее не надо допускать она плакала прошел год она говорит как хорошо что меня не допустили этот год нужен был мне вот так это только рекомендательный характер то вы над батюшкой командуете там везде только вас видно а батюшка где-то его не видно хорошего руководителя когда налажено он не во главе стоит его почти не видно он точно знает что там делается батюшка на пульте руку держит он приехал осветил здесь был молебен он каждый день молится и получает какие сведения ему звонят звонили батюшке звонили и батюшка сразу говорит как и что и советуется батюшка один из нас вопросы нет разошлись поблагодарим спасибо кому сказали белье собрать заберите белье поктельно не надо там надо же чехол зашить еще чехол зашить на пассажирском вы мне скажите тяпки брать на огород нет я думаю грядки грядки и до скольких часов мы там будем до какого времени нам находиться пока в бане не позовут надо чтобы они приготовились сразу до обеда а тут же не все в баню пойдут или все до обеда нет там баня быстро истопится то есть нам до двух часов там находиться на огороде ну сейчас вот у Вики Николаевича надо посоветоваться сейчас не доступен ну ничего нет решение Продолжение следует...